МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У вас много праздников. День горячего шоколада сегодня. Если вы не могли себе его позволить, сегодня самое время. День зимнего солнцестояния. Хороший праздник. Хороший, как отмечать, непонятно. День пожимания лап. Привет. А, у тебя не лапа, я забыл. Всем кошкам пожимайте сегодня лапы, своим, чужим, всех, которых найдете. День рождения кроссворда. С днем рождения, дружище. Да, ну и до Нового года осталось у нас всего 10 дней, поэтому с этой прекрасной новостью мы начинаем нашу программу. Какой-то у нас белый танец сегодня получился. Мы просто копим силы для Нового года. Так, хорошо. Вот и все, друзья. Ну и, кроме того, хочется немножко актуальности вам рассказать. Дело в том, что, ну вы знали же, что женщины, они правят вообще миром. Ну, любовь-то вообще... Давай, давай, львти себе, Лен. Ну... А ты правишь, давай, а я приказываю, что я начну рассказывать. Хорошо? Дело в том, что... Мы подумали, и я решила, что Дима расскажет эту новость. Мэрия Парижа должна будет заплатить штраф в 90 тысяч евро за то, что в 2018 году в правительстве было больше женщин, чем мужчин. На руководящих должностях. Да, вот так вот женщин там 69% из руководителей. И, между прочим, мэр Парижа, чтобы вы знали, тоже женщина, Анн Идальго, пообещала, что она вместе со своими помощницами, управляющими, и просто с гордо поднятой головой отнесет этот чек, в общем, туда, куда надо его отнести. Да, нам стало интересно посмотреть статистику за этот год, и в этом году Франция стала самой посещаемой страной. Потому что женщины. Да, я не удивлюсь, что посещали как раз эту страну больше мужчин, а не женщин. Что там еще есть статистики? Да, также столица заняла первое место в топ самых здоровых городов во всем мире. Потому что там построили больше всего салонов красоты и магазинов для правильного питания. Все из-за чего? Из-за кого? А? Из-за женщин, правильно? То есть так, да, у нас теперь здоровье. Определяется здоровье только так. Салон красоты есть, ты здорова, красива и довольна. Именно поэтому во всех странах строились, в этом году построили больше больниц, чем обычно. Потому что здоровье у нас увеличивается. Может быть. Ладно, ну и, конечно, тот факт хочется также рассказать. За этот год аварии увеличились на 4%. Но тут я вообще ни на что не намекаю. Не понимаю, о чем ты вообще. Это был год огня, луна была в другом доме. Да луна в Тельце просто была и все. Все нормально, ребята. Такое случается, такое бывает. Но из Франции мы переносимся в Британию. Дело в том, что там ламы решили поиздеваться над праздником. Они съели новогоднее вино, которое сами собрали жители. И буквально через 2 минуты они его слопали. Вообще, надо быть честным, эти ламы настоящие, но посмотрите на них. Он проказница. Причем в том году они съели ленточку, которая была повешена для открытия новой зоны. Они просто, у них было свое техническое открытие. Можно оправдать, да. И все, у них свой праздник. Ну, лавинок зачем они съели, как думаешь? Да, просто они подумали, что это для них угощение перед Новым годом. Какие люди молодцы, заботятся. Да, и не мог бы, они решили украсить свой внутренний мир. Это точно. Ну, а мы все-таки и свой внутренний мир пытаемся украсить, и во внешне немножко тоже заступаем. Поэтому прямо сейчас совет от наших декораторов, как украсить букет. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня я покажу вам, как оформить горшок с самым новогодним цветком, понсетти. Вы можете использовать его в качестве подарка, а также в качестве декора своего интерьера. Для этого нам понадобится упаковочная ткань, лента и элементы декора. Я уже заранее подготовила, отрезала кусочек нужного нам размера. Вы выбираете размер под свой горшок. Ставим по центру. Собираем. Красивую композицию. Чтобы нам было удобно завязать ленту, мы используем самую простую резиночку. Расправляем. Берем ленточку. Отрезаем нужный нам размер. Так, чтобы у вас получился красивый бант. Ленту обязательно срезать под углом. Так выглядит намного праздничнее. Возьмем бантик. И снимаем нашу резиночку, потому что она будет нам мешаться. Теперь декорируем. Мы возьмем парочку веточек. Вот такие вот золотые ягодки. Все это вы сможете найти в магазинах для творчества. Их очень много в нашем городе. И возьмем хлопок. Такая композиция получается. Завязываем бант. Подрезаем ленту, если она оказывается длиннее, чем нам нужно. И получается вот такая красота. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо большое. Теперь я точно знаю, как украсить вторую половину своего дома. Очень надеюсь, что... Подожди, то есть половина только украшена? Половина, да. А вторая будет теперь в букетах. Дима, странно, интересно. Ждал просто совета, чтобы понять, как вторую половину оформить. Ну, а мы начинаем, точнее, продолжаем, продолжаем на нашем диванчике. Давайте вперед. Ух, бегу. А на фото, если ты дальше идешь в темне. Продолжаем говорить про Новый год. И в Новый год положено входить с чистым разумом, с чистыми мыслями. И поэтому предлагаем вам посмотреть мудрые мысли от мудрых людей. Как стать счастливым? Как стать счастливым? Стать счастливым. Как повезет. Как повезет. Как повезет. Не всем такое удается. Вы знаете, у кого-то на роду написано, вот если написано, ты это. А у некоторых, вот, например, у меня, вот что загадай, не получается. Вот что-то. Думаю, ой, вот это надо. Хоть не загадывать. Я считаю, надо радоваться тому, что у тебя есть в жизни. Самой надо, самому надо счастье делать. Находить в своей жизни какие-то счастливые моменты и им радоваться. А их очень много. В субботу мы ездили в Абширонский район и нашли шикарный маршрут. То есть мы проложили новый маршрут в дебрях, в лесных дебрях, в чаще леса. Мы прошли к таким водопадам. Мы прошли, в общем, через всю эту красоту. Вот это было счастье. Вот я, например, счастливый человек. Счастливый. Счастливый тем, что у меня семья. Дочка, внучка, сестры. Счастлива тем, что те 55 лет с лишним, которые я отдала культуре, они, так сказать, они кому-то были нужны, кому-то... Я прожила и буду еще проживать хорошую жизнь для окружающих себя людей, для своего внука, правнучки, сестер, братьев, кто у меня еще остался. Вот я считаю, что я счастливый человек. Чем вы больше всего гордитесь в своей жизни? Чем больше всего. Я родила двоих детей. Сын, ему уже 47 лет. Дочери 44-й год. И они все выучились. Мы со своими... Бесплатно все было. Учить бесплатно, лишь бы желание было. Институты заканчивали. Вот он у меня, врач-стоматолог. Я горжусь. Наверное, детьми, тем, что я состоялась, как мать. У меня трое дочерей, семеро внуков. И мы с мужем прожили вместе уже 43 с лишним года. И я считаю, что это главная ценность моей жизни. Внуками, детьми, что я хорошо воспитала, дала образование. Получились у них семьи хорошие. Вот это я этим горжусь. Я довольна своей жизнью. Довольна тем, что я живу. Довольна тем, что меня окружают очень хорошие люди, которые верят в меня, которые надеются на меня, которые не могут без меня. Ну, чем я горжусь? Своей семьей. Мама, папа. Мне очень приятно, вот гордость у меня, что я с давних лет в коллективе староста, и не только староста, а я и няня, и мама, и поправлю, и сошью, и посмотрю на них. Они это все привыкли. И мне эта гордость такая, что я это могу сделать без всякого. А вообще, у меня есть стихи о России. Вот, там заканчиваются эти стихи. Я тобой, Россиюшка, горжусь. Если захотите, я вам прочту. Это небольшое стихотворение. Вот такие истории, Дима. А ты есть? Чем ты гордишься вообще? Чем я горжусь? Вот наши мудрые люди гордятся внуками, а я горжусь своими бабушками и родителями. А-а-а. Какой ты бесконечно милый. Что еще к Новому году, слушай, нужно сделать, успеть? Прибраться. Это просто сумасшествие какое-то. Сразу кажется, что ты не прибирался тысячу лет. У тебя так начинается уборка, да? То есть ты такая хозяйка, что тысячу лет ты не убираешься. Это кажется только потому, что тебе кажется, что перед Новым годом ты ничего не успеваешь, и все нужно делать. Ну, в общем, друзья, для того, чтобы вам не нужно было прибираться в 7 часов вечера, 31 декабря, мы уже сейчас начнем разговаривать про уборку. Поэтому прямо сейчас позовем сюда Мызникову Юлиану, профессионального организатора. Доброе утро. Юлиана, доброе утро. Доброе утро. Мызникова Юлиана, профессиональный организатор чего? Пространства. Пространства. Вообще всего. Вообще всего. Победитель, когда пришел сейчас, организует нашу работу. Если что-то нужно организовать, то, пожалуйста, обращайтесь. Также хочется сказать, что Юлиана президент Ассоциации русскоговорящих профессиональных организаторов, автор и тренер аккредитованного курса обучения профессии и основатель отрасли профессиональной организации в России с 2014 года. Вот это серьезный подход. Я уже влюблен, как ты бесконечно что-то проговорила. Я молодец. Настолько люблю порядок, что организовала целую отрасль. Ну, Юлиан, я думаю, что мы начнем с... Мы говорим о порядке, а что такое беспорядок? А что для вас беспорядок? Жизнь или дома? Ну, давайте дома, а мы же говорим про пространство. Если вещи не лежат на своих местах, например, для меня это беспорядок. И если, например... Посуда, например, в раковине скопилась. Ну, вот видите, у вас разное понимание беспорядка. То есть для кого-то это неубранные вещи на свои места, а для кого-то это незаконченные дела. Для каждого человека это разные истории, да, но в основном беспорядок это незавершенные дела, непринятые решения. Это лишние вещи в нашем доме, которые не соответствуют нашим целям. А их как? Выбрасывать? Или раскладывать по местам? Ну, лишние вещи, конечно же, лишним вещам нету места в нашем доме. А есть же такое ощущение у людей, что ничего нет лишнего. Все надо, пригодится. Да, вот у бабушки и мама моя так всегда весь балкон забавили. Ну все, да, и нельзя ничего выкинуть. А вдруг понадобится? Это не беспорядок, это склад. Ну, если не беспорядок, если это склад, то да. Если на самом деле нету места тем вещам, которым мы пользуемся, и если вещам, которые мы воспользовались, мы бросаем на поверхностях только потому, что в шкафах у нас нету места, значит, пора что-то делать. Что-то пошло не так, как говорится. И тогда, соответственно, есть смысл взять, открыть свои шкафчики и перебрать то добро на предмет актуальности. Рассортировать вещи. Оставить вещи, которые мы используем, те вещи, которые нам ценны как память, предположим. А если мы, это вещи, которые ценны как память, но мы их используем, это вдвойне лучше. Избавиться от мусора. Здесь это те вещи, которые не несут ни эмоциональной, ни инструментальной ценности. Мы ими не пользуемся, и они ни о чем нам не напоминают. Тогда смысл хранить их в доме. Ну, по привычке. А как вообще хранить вещи, например, если нету шкафчика? Если нету шкафчика, то хранить вещи там, где они используются. То вообще, в принципе, даже если есть шкафчик, то хранить вещи там, где они используются. Вообще, в идеале создать в доме систему зональности. То есть там, где мы едим, соответственно, должно быть все необходимое. Зона хранения посуды, зона хранения запасов продуктов, зона хранения инструментов. Если мы занимаемся какими-то цветами, то, соответственно, все, что необходимо для цветов, мы организовываем в зоне, где мы ими занимаемся. И так далее. То есть все, что необходимо для игр, игры в том месте, где ребенок играет. Не обязательно это должна быть детская комната. Объясните ребенку. Не обязательно. Мне кажется, у всех так по всей квартире. Только в детской. Но вот в том-то и дело, да, большая ошибка в том, что мамочка бесконечно убирает игрушки из гостиной в детскую комнату. Она так упахивается от этого, да, и жалуется, что я усала. А как это? А ребенок, мама убрала, ребенок опять достает. Прямо хранение в той зоне, где ребенок играет, такую, которая бы устраивала маму и ребенка, да, и приучать ребенка к тому, чтобы после игры он убирал свои вещи на место. Ну вот про мам детей мы разобрались. Да, у меня возникает вопрос, прости, пожалуйста. Мне кажется, для всех будет важно, как заставить себя убираться, если этого совсем делать не хочется. Ну, заставлять себя точно нет смысла. Нужно точно пересмотреть на этот вопрос свои мысли, да, и подумать, какие плюсы я получу от уборки, да, от наведения порядка, да, то есть это... То есть замотивировать себя. Себя замотивировать, да, потому что... Вы нам принесли кое-что. Да. Давайте пройдем, посмотрим. Давайте, конечно. Пойдем посмотрим, что же там нас ждет. Так, мы будем с вами играть в игрушки. Это в основном вещи, которые у нас распространяются. Я думаю, что вам можно стать рядом с нами. Распространяются по нашему дому, что-то является на поверхностях, что-то у нас лежит в каких-то коробках, которые мы все поскидывали. О, у меня есть такая коробка, где лежит что-то... Называется квартира. Она называется коробка, в которую помещается все, чему не хватило нигде места. У этой коробки есть два названия, причем одной и той же коробки. Мы можем ее назвать хламовником, либо буфером, либо временным буфером. Отличие только в том, что хламовник – это то, что вы собрали и никогда больше не разбираете. Временный буфер хранения – это то, куда вы все действительно пособирали для того, чтобы создать внешний порядок, но у вас есть периодичность. Раз в день, либо раз в неделю вы ходите с этой коробкой и разносите вещи по своим местам. Либо никогда не разносите и забывайте про нее. Та-дам! Есть смысл вообще просто взять и выбросить, значит, эти вещи вам не нужны. Согласна. Но пока что нет, пусть еще пока полежат. Так вот, что у нас есть, что мы разносим? Ну, то есть основной причиной беспорядка являются действительно лишние вещи. И большой проблемой является именно сортировка. Не понимают люди, как ее рассортировать. То есть наша задача – решить, что для нас важно, а что нет. Да, да, как это можно сделать? То есть можно взять там три контейнера, да, то есть подписать, на контейнерах подписать, выбросить, предположим, отдать на благотворительность и оставить. И, соответственно, брать каждую вещь, которая лежит у вас, мне на своем месте, либо в каком-то ящике, да, и пересмотреть, что это такое. Это там салфетки, которыми я пользуюсь, да, это мой действительно есть смысл. Да, вот, соответственно, там двое духов. Одни я пользуюсь, да, и они мне очень нравятся, а вторые я купила по ошибке. Они мне не нравятся, да, то есть они мне не эмоции, и я ими не пользуюсь. Тогда есть смысл. Ну, главное, знаете, разумно подходить, потому что если без своей второй половины начать убираться, можно... Не только свои вещи. Юриана, большое вам спасибо. Спасибо вам огромное. Друзья, помните, что уборка эта обмогает не только очищать свой дом, но и свою голову. Ну, и вообще это весело, наверное, когда-нибудь будет. Ну, а вы прибирайтесь и оставайтесь вместе с Кубань-24. Друзья, всем привет! Доброе утро! Вы Кубань-24. Хорошее утро! Лена Летирова и Дмитрий Горшенёв. Как приятно, что ты помнишь моё имя, а я помню твоё. Да, которую причём ты не назвала. Да, вот так вот и Дмитрий Горшенёв рассказывает. Я помню, видишь? Очень здорово. Ну, а мы, друзья, продолжаем вас радовать прекрасными событиями, своими прекрасными лицами. Очень струбная девушка. И отправляемся к Плазме. Ещё больше танцевать. Ну, что это? Вот хотел тебя узнать, Далена. Обычно люди к лету худеют. А к Новому году худеют или нет? Конечно! Ты что? Это, кстати, это так странно. То есть ты худеешь для того, чтобы объесться на Новый год. Это очень странная тенденция. Но есть диетологи, которые хотят нас спасти от отжирения, в общем-то, от лишнего веса. И одна из диетологов выложила совет, что для того, чтобы не поправиться на новогодних праздниках, нужно принимать холодный душ. Потому что организм пытается согреться, вроде как вырабатывает энергетические какие-то затраты, траля-ля. Ну, кроме этого, она, конечно, сказала, что нужно не есть сахар, соль, крахмалистые, много двигаться. Но это всё не важно. Мне очень нравится, как ты вообще расставляешь приоритеты. Чтобы похудеть, нужно принимать душ. Я читал эту новость, и там было сказано, что самое главное, что нужно делать, это заниматься спортом. Молодец, девчонки! Это не важно, это не важно, принимать нужно холодный душ. И будет вам счастье. Главное верить вообще. Вот если, может быть, ты просто вот съешь тарелочку оливье, там говорят, вообще, честно говоря, мало тратится энергии. И вот ты, чтобы вымыть тарелку оливье, мне кажется, надо будет сутки простоять под холодным душем. Но, ну, остаётся быть пухленьким, что тоже неплохо, я считаю. Да, всё верно. Продолжаем говорить о добрых делах, да, к кануну Нового года. Мальчик забыл игрушку в торговом центре, и продавец увидел это и решил спасти игрушку. Вуди из истории игрушек. А может быть, решил спасти нервную систему мальчика, потому что он представил, как он расстроится, если он придёт домой. Вот эта игрушка, мы сейчас её видим, этот шериф Вуди. И, в общем, он выложил пост в Фейсбук и сказал, ребята, они устроили фотосессии для начала. Комичную фотосессию. Масса людей устроили фотосессии для игрушки, и благодаря сети в интернете нашёлся всё-таки хозяин. Нашёлся, и тут мальчик, его мама нашла этот пост, и, в общем, дико счастливый ребёнок воссоединился со своей игрушкой, и теперь он счастлив. Посмотрите на лицо игрушки. Она тоже счастлива. Так что, не забывайте делать добрые дела, особенно перед праздником. Так, кстати, Саша Калужин, наш ведущий, тоже попробовал сделать добрые дела, довезти людей на бесплатном такси. Попробовал. Попытка засчитана. Посмотрим прямо сейчас, как это было. Всем привет. А с чего начинается утро у вас? Чашечки кофе и завтрака? Тоже неплохо. Наше утро начинается с хороших дел. Хорошее такси. Довезём вас до любой точки нашего города. Только придётся ответить на несколько вопросов. Если вы готовы, поехали. Доброе утро. Доброе утро. Меня Александр зовут. Телекомпания Кубань В4. Это хорошее такси. Что это значит? Что у вас есть уникальная возможность отправиться в пункт назначения, собственно, куда вам нужно. Абсолютно бесплатно. Но у нас есть, конечно же, несколько вопросов, на которые вы должны будете в процессе поездки отвечать. Если вы готовы... Все сложные. Я думаю, что вы справитесь. Если вы готовы, поехали. Давайте. Прошу. Давайте ещё раз познакомьтесь. Меня Александр зовут. Как зовут вас? Меня зовут София. Сразу давайте уточню, куда направляемся. Коалиционно-российской. Я задаю вам вопрос. Если вы сомневаетесь в правильности ответа, вы можете воспользоваться одной из четырёх подсказок. Звонок другу. Соответственно, вы можете позвонить любому из вашего знакомого окружения и задать ему тот же самый вопрос. На это у вас есть ровно одна минута. Вторая подсказка. Мы можем остановиться в любом месте, где это возможно. И вы можете задать вопрос кому-либо из прохожих. Третья подсказка. Право на ошибку. И четвёртая подсказка. Это вы можете убрать один неверный ответ из трёх вам предложенных. Вот. Если вы готовы, можно начинать. Давайте. Итак, первый вопрос. Самая северная точка Краснодарского края. Первый вариант ответа. Худромолчановка, Червиновский район. Второй вариант ответа. Мыс Тузла, Тимирюкский район. И третий вариант. Село Весёлое, Большой Сочи. Но это точно не Сочи. Давайте. Или можем убрать один неправильный ответ. Ну, сейчас Сочи уберётся. Ну, ладно. Давайте. Один неправильный ответ. Убираем один неправильный ответ. Итак, самая северная точка Краснодарского края. У нас остаётся первое. Худромолчановка, Червиновский район. И второе. Это село Весёлое, Большой Сочи. Тогда первое. Худромолчановка, Червиновский район. И это правильный ответ. Вы остаётесь в машине. И мы едем дальше. Отлично. Следующий вопрос. Захарий Алексеевич. Второй после Сидора Белого. Казачий атаман. Генерал-майор русской армии. А вот какая была у него фамилия? Есть несколько вариантов ответов. Это атаман Чепуга. Это атаман Чепега. Или атаман Чепчуга. Второе ответ. Атаман Чепега. Нет! Где находится и как называется самая высокая точка Краснодара? Первый вариант. Это верхний кончик звезды на памятнике у кинотеатра Аврора в нашем городе. Вершина горы Цахвоз в Кавказском биосферном заповеднике. И третий вариант. Макушка смотровой башни на горе Ахум-Сочи. Так, давайте я могу ошибиться. Право на ошибку. Так, давайте выберем давайте Кавказский заповедник. А вот сейчас, друзья, я расстроен полностью, потому что мы продолжаем везти девушку дальше по маршруту. Это правильный ответ. Нет! В какое море впадает река Кубань? Три варианта ответа. Черная, Азовская или Каспийская? Может быть, подсказку звонок другу? Давайте звонок другу. Кому будете звонить? Я буду звонить тете. Даша, привет! Привет! Случилось что-то? Нет, все хорошо. Я к тебе с вопросом. Я сейчас с Кубань-24. Отвечаю на Блиц-вопросы. И мне нужен ответ на вопрос. В какое море впадает река Кубань? Вазовская. Ну, капец, я тупенькая. Я сказала в черную. Спасибо, Даша. Итак, в итоге, в какое море впадает Кубань? В Азовская. Азовская. Это правильный ответ, друзья. Великолепно, слушайте. Ну, вы молодец на самом деле. Я вижу, что мы подъезжаем уже к вашей остановке. Мы очень рады, что у вас такие познания. Сегодня было определенно хорошее утро. Хорошего дня. И вам большое спасибо. А самое главное, хорошего утра. Я справилась, доехала. Я очень рада. Спасибо. Ну что ж, друзья, ловите нас на улицах города и готовьтесь ответить на самые интересные вопросы. Пока. Вот, Сань, какой молодец. И поспрашивал все, поузнавал. И повеселился. И людям помог. Вообще, и людей повеселил. И знания подарил. Позитивный какой товарищ. Ну, а мы не сбавляем градус, конечно же, и отправляемся на наш прекрасный диван. Какое предновогоднее настроение? У тебя есть предновогоднее настроение? У меня есть, да. Вот и у меня тоже есть. Кстати, мы совсем недавно говорили о том, что убираться дома это полезно, да, не только нужно. Так одна семья убралась дома и разбогатела на 6 миллионов рублей. Я бы тоже так хотела. Хотела убираться. Убираться. В общем, все, как всегда, у каких-то людей, но не у нас. В общем, они разбирали мусор и нашли там какую-то старую книгу про Гарри Поттер. Выяснилось, что эта книга одна из, как сказать... Из первых экземпляров. Которые только-только выпустили. Самые первые. Причем, что самое интересное, 500 штук выпустили, 300 из них сразу направили в библиотеки, в школы и так далее. То есть только 200 из них без штампа, без всяческого. Кстати, если там все-таки есть штамп, по-моему, она намного больше ценится, чем без штампа. Думаешь? Ну, не знаю. Это же вообще тогда раритет. Мне кажется, что там небольшая была бы разница, там 1 миллион и 6 миллионов бы рублей стоило. Ну, в общем, первоначальная стоимость оценивалась в миллион 300 тысяч, а на аукционе ее продали за 6 миллионов. АПЛОДИСМЕНТЫ Шесть, понимаешь? Да, таким образом Гарри Поттер сделал волшебное заклинание, да, придумал и подарил деньги такой семье. Да, сделал доброе дело. Да, хочется продолжить говорить о добрых делах, ведь у нас в гостях благотворительная организация «Добрый юг». Богдана Руднева, приходите к нам сюда скорее. Доброе утро. Доброе утро. Итак, у нас Богдана Руднева, руководитель благотворительной организации «Добрый юг». Да, все верно. А скажите, кому именно вы помогаете? Наша организация работает с молодыми, взрослыми людьми с особенностями развития, а еще с мамами таких ребят. Ну, вот многие помогают. Да, кстати, хочется опять-таки поддержать. А вы тоже помочь чай налить? Да, спасибо. Многие помогают животным, кто-то детям. Почему вы решили выбрать именно эту прослойку общества? Вы знаете, такая история, мне кажется, это случайная встреча, которая в итоге оказалась совершенно не случайной. Я однажды познакомилась с мамой девушки с синдромом Дауна, и ей совсем недавно исполнилось 18 лет, и вот мама пожаловалась, что детских организаций в Краснодаре много, они хорошие, действительно помогают. Но когда уже ребенку исполняется 18 лет, и человек, да, в силу особенностей, он еще в душе совершенно ребенок, но уже взрослый, да, такие организации, к сожалению, уже не могут помогать. И вот на тот момент просто не было других каких-то возможностей, чтобы не оставаться вот такой социальной изоляцией наедине со своими проблемами. И здесь я задумалась, что это как раз-таки вот то, чем я могла бы заниматься, и то, что действительно очень важно для таких людей. Заняли такую пустующую нишу, которую... Да. Мы знаем, что вы также организовали не просто мастерские. Расскажите подробнее. Они так и называются, не просто мастерские. Да, я очень долго думала над названием, как назвать, и поняла, что это совершенно непростые люди, и мастерские могут быть такими же. Здесь задача ребятам дать возможность в какой-то такой инклюзивной, открытой среде, где есть люди с особенностями, есть совершенно другие обычные люди вместе обучаться и создавать какие-то красивые вещи своими руками. И это возможность для ребят получать какие-то первые такие профессиональные трудовые навыки, потому что, к сожалению, в силу особенностей ребята, скорее всего, большинство из них не смогут устроиться куда-то на открытый рынок, труда, а это возможности быть самореализованными. И Новый год такое время чудес. Вот вы говорите много о добрых делах, и это очень здорово, потому что в этом году у нас впервые получилась такая возможность ребятам получить свою первую заработную плату. Все мы с вами помним, когда мы получали первую зарплату, как это было вот прямо такое большое ожидание, как мы скорее бежали в магазин ее потратить. О, да. Да, а вот здесь благодаря участию людей, благодаря тому, что к нам в мастерские пришло несколько заказов от компаний, ребята смогли их выполнять. И вот сейчас я сама уже в предвкушении жду, не дождусь этого дня, вот 28-го числа у нас будет совсем скоро день выплаты вот этой вот заработной платы. То есть как раз 28-го состоится первый раз. Да, да, да. То есть ребята ноябрь, декабрь полностью работали, они создавали игрушки, я вот принесла показать, посмотрите, какие. Вот, это то, что они создавали. Да, это такие красивые новогодние подвески они делают вот своими руками. А из чего это сделано? Это керамика, это делается из серой такой невзрачной холодной глины. И вот, мне кажется, ребята в процессе изготовления вкладывают частичку какой-то своей доброты и души, и вот игрушки уже получаются такими вот красивыми, нарядными. Это очень здорово. Да, ребята делали вот такие игрушки для компаний, и вот 28-го числа мы будем выдавать им их первую зарплату. Мне кажется, что вот как только они ее получат, сразу у нас в пространстве станет тихо, потому что там просто никого не останется, потому что все убегут скорее что-нибудь покупать. Уже говорят они, на что они хотят потратить свои работы? Ой, ну, ребята разные, разные запросы. Кому-то важно просто получить хоть 50 рублей, пойти купить шоколадку, потому что это, честно, мною заработанные деньги, я пойду куплю. А некоторые ребята уже более-таки осознанные, и, конечно, им хочется прийти и помочь чем-то своей семье, купить подарки для своих друзей и близких, похвастаться и сказать, это я заработал. У нас сейчас есть двое ребят, которые официально у нас трудоустроены, они работают у нас курьером и упаковщиком. Вот они как раз-таки, да, вот так красиво декорируют эти коробочки и развозят их, ну, развозят заказы по адресам. И это прям, ну, такой реальный труд. Они уже четко знают, какая у них зарплата, какой у них рабочий график. И они уже, да, с меня спрашивают, так, когда у нас день выплаты зарплаты? Потому что они не только себя считают нужными, да, но и востребованными. Да, конечно, то есть один точно знает, что ему нужно купить сотовый телефон, и он копит себе на новый, потому что он хочет модель обменять такую, сделать более какую-то, видимо, крутую. Вот, поэтому он уже ждет с нетерпением, дайте мне скорее мне зарплату. Так что, да, вот такие... Это очень здорово. А как вот обычный человек, вот мы с Димой, наши зрители могут помочь организации? Ну, у нас пространство инклюзивное, мы всегда рады новым людям, волонтерам. Волонтеры, приходя в наше пространство, делают сразу две такие, решают две большие задачи. С одной стороны, вы вместе с ребятами наравне изготавливаете изделия и просто с ними общаетесь. И они на вас смотрят и подражанием учатся, да, как вы между собой коммуницируете, как вы с ними общаетесь. И это к себе применяют. А с другой стороны, есть некоторые процессы, которые ребятам в силу их особенностей не подвластны. Вот, например, изделие покрыто глазурью, это химические элементы. Мы не всем ребятам можем доверить такую работу. Тут даже нам с Димой такое нельзя доверить. Ну, да, есть разные процессы, которые вот как раз-таки волонтеры помогают нам в работе. Кроме этого, нам можно принести, вот мы говорили, да, до этого был разговор про порядок и про вещи, которые да, можно, которые вам уже не нужны, но они еще хорошие, могут кому-то пригодиться. Поэтому к нам можно принести такие вещи, какие-то материалы для творчества. А еще у нас есть проект для ребят по переработке старых джинсовых вещей. Поэтому, когда вы будете к Новому году наводить дома порядок, вы, пожалуйста, все джинсовые вещи. Да, старые вообще любые джинсовые вещи, камбинезоны, куртки, неважно. Вы делаете из них новые? Да. У нас есть такая мастерская обсайклинга, где ребята из старых джинсовых вещей делают новые косметички, сумки, всякие другие штуки. Поэтому, да. У нас, к сожалению, не так уж и много времени осталось. Хочется узнать быстрый ответ, как воспитать в себе благотворительность, да, чтобы как воспитать в себе вот это чувство, быть нужным, кому-то помогать. Мне кажется, здесь просто нужно попробовать. Когда ты один раз попробовал, потом уже трудно остановиться, потому что ты понимаешь, насколько твое какое-то маленькое, даже пусть доброе дело, важно для каких-то других людей. Поэтому надо пробовать. Ты видишь реакцию и заражаешься этим, и хочется еще. Да, хочется больше, больше, больше. Да, просто многие думают, что вот в следующем месяце я кому-нибудь помогу, и все это откладывается. А еще есть такой момент, ну что мое маленькое доброе дело может сделать? Это же как капля в море. Да, все это аккумулируется и уже превращается в какое-то такое большое доброе дело, которое помогает. Как здорово, спасибо вам огромное. Друзья, не бывает маленьких добрых дел, делайте маленькие, большие, любые, они принесут безмерное счастье. И оставайтесь вместе с нами, с хорошим утром на Кубань-24. Друзья, всем привет! Это Кубань-24. Хорошее утро. Лена Лефирова, Дмитрий Горшенек. Вам безумно радость, что этим утром чай вы пьете вместе с нами. Да, конечно. И хотелось бы вам рассказать кое-что очень интересное. Генеральный спонсор программы ООО «СДС Фуд» и единственный дистрибьютор бренда «Ахмат-Ти». «Ахмат-Ти» – британская марка чая, представленная на рынке уже более 30 лет и завоевавшая любовь потребителей по всему миру. В ассортименте бренда собраны самые изысканные купажи черных и зеленых чаев с лучших плантаций Цейлона, Осама, Кении и Китая, которые доставят удовольствие даже самому требовательному чайному гурману. «Ахмат-Ти» – виртуозы чайного искусства. Лена, мы заговорили с тобой об утре, о чае. Никогда не задумывалась, откуда пошло выражение «дай на чай официанту». А это старенькое, старенькое выражение. Кто-то, да, прочитал? Да, я, конечно, я тоже прочитала. Действительно, это выражение было развито среди емщиков. Дело в том, что люди, которые просили доставить их до пункта назначения быстрее или поменять лошадей вне очереди, должны были платить этим людям. И люди не заворачивались и просили «дайте нам наводочку». А потом, вроде как, из-за приличия, когда появились все эти самовары… Из-за приличия, просто когда всех емщиков закодировали, стали говорить «дайте нам на чай». На чаек. Вот такая интересная история. Ну, а если вдруг вы не знали, идеальное утро вместе с музыкой всегда начинается. Поэтому прямо сейчас в нашей студии Александр Дадали! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что делать, если я тебя люблю? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стихотворением Что делать, если я тебя люблю? В окне далеком две свечи Горят призывными огнями Ты мое имя прошибчи Своими нежными губами Бросать не нужно лишних слов На злой и непокорный ветер Ведь наша верная любовь Сильнее всех невзгод на свете Что делать, если я тебя люблю? Взрослеют дети, серебро искрится Чтоб в золото когда-то превратиться Что делать, если я тебя люблю? Что делать, если я тебя люблю? Весна прошла и лето тоже вроде А я опять одет не по погоде Что делать, если я тебя люблю? В окне далеком две свечи Горят призывными огнями Ты мое имя прошибчи Своими нежными губами Бросать не нужно лишних слов На злой и непокорный ветер Ведь наша верная любовь Сильнее всех невзгод на свете Что делать, если я тебя люблю? Всю жизнь свою чем дальше Тем сильнее Ответь мне, моя милая, скорее Что делать, если я тебя люблю? В окне далеком две свечи Горят призывными огнями Горят призывными огнями Ты мое имя прошибчи Своими нежными губами Бросать не нужно лишних слов На злой и непокорный ветер Ведь наша верная любовь Сильнее всех невзгод на свете В окне далеком две свечи И мое имя прошибчи В окне далеком две свечи И мое имя прошибчи В окне далеком две свечи Браво! Друзья, мы думаем, что у нас в гостях был Александр Дадали Слушайте, ну, если так в каждую песню вкладывался Что потом бывает с артистами после концерта? Ух, это просто! Моральное удовлетворение Здорово сказано, кстати Александр, ну вы нашли ответ на вопрос Что делать, если любите? До сих пор нет До сих пор ищу Ну, когда найдете, нам тоже расскажете Но что мы точно знаем Что у вас вышло 8 альбомов уже Да, да, да Официально 7 или 8 уже тоже вышло? 8 сейчас готовится к изданию До Нового года не успели Но после Нового года, наверное, ста им упущенная Ну, так начнете год с новых песен Вот скажите, кто первый слушает ваши песни Когда они готовы, вот в этом альбоме, например? Ну, уже готовую песню, естественно, слушаю Те люди, кто технически создает эту песню Это аранжировщик, это... Но уже после всех технических А в самом начале, когда я только ее придумывал, естественно Это домашние мои супруги, это дети А кто для вас самый главный критик тогда? Из всех Они же Они же Они же, вот если они скажут, что ну поменей, там как-то что-то не то То вы что скажете на этом? Нет, я ничего менять не буду Я просто... Ну, такие вот Я просто для себя это отвечаю Спасибо за искренность Нам очень интересно, какие у вас взаимоотношения с супругой, наверное, вы хотели услышать Ну, нет, не с супругой, а с поклонниками Проверяется очень просто Когда выкладывается новая песня Вот какое количество людей ее послушало в первый месяц Вот это и есть те люди, которым интересно твое творчество У меня их не так много Там в районе 40-50 тысяч человек Которые в нашей огромной стране Или на планете Земля Которые разговаривают Немного Меня и три человека Слушать не будет Не манг 50 тысяч человек Сколько у тебя подписчиков? Маловато Маловато будет Да, а инстаграм для меня вообще сети, контакты для меня вообще глухой лес Вот я когда открыл, мне посоветовали ребята открыть Вот они в течение двух лет рост до 30 тысяч Потом встал и вот уже в течение двух лет ни туда и ни сюда Мы заговорили у нас про интернет Да Очень интересно, как вы относитесь к онлайн-концертам? Дело в том, что у меня только один раз был такой случай Когда я, и то это был не онлайн-концерт, это было онлайн-поздравление на Донбасс Прямо в режиме, там в Донецке была передача Туда отправляли мое поздравление А так я, естественно, отношусь к онлайн-концентрам с большой осторожностью Потому что я не понимаю вообще, как это происходит Ну вот, например, сегодня же тоже онлайн-концерт получаем Можно сказать и так Спасибо вам огромное за то, что подарили нам этот концерт Что спели сегодня для нас Желаем вам успехов, чтобы ваш альбом был просто в топе Расцветал, ваших поклонников становилось все больше и больше Спасибо вам огромное Друзья, но вы ни в коем случае не переключайтесь Ведь дальше продолжат шустрое утро Шустрики! Ахматти добивается совершенства Вкладывая всю душу Открывает новые горизонты Мы знаем, чего это стоит Стать лучшим Ахматти – виртуозы чайного искусства С добрым декабрьским утром! Время просыпаться и смотреть нашу программу Шустрое утро! Новогоднее настроение все сильнее Кстати говоря, буквально недавно я заглянул в секретное хранилище И узнал всю информацию о братьях Деда Мороза, представляете? И предлагаю посвятить этому несколько наших предновогодних выпусков Шустрого утра Отличная идея! А начнем мы с самого знаменитого, самого главного брата Деда Мороза Как его зовут? Санта Клаус! Санта Клаус, правильно! Санта Клаус – фольклорный рождественский персонаж Австралии, США и некоторых других западноевропейских стран Между прочим, Санта Клаус летает по воздуху на своих оленях и доставляет детям подарки через дымоход Где живет Санта Клаус, точно не знает никто Но есть поверье, что Санта Клаус живет на Северном полюсе И, кстати говоря, в Финляндии есть целый тематический парк развлечений Где каждый ребенок может прийти и рассказать свое желание Деду Морозу А потом ждать, ждать и ждать исполнения этого желания Это так чудесно! Мне очень нравится идея с парком, в котором можно встретиться с Сантой Согласен, абсолютно с тобой согласен Ну что, мне кажется, сейчас самое время Да, Денис, ты прав Время посмотреть, что приготовили нам наши шустрые таланты Смотрим! Это старый саксофом Старенький сунду хранил Бабушка сказала, что на нем дед мой чудеса творил Кто-то не поверит, скажет, это полный бред Но соседи утверждают, музыкантом был мой дед По наследству к джазу страсть, и она не угасает Если слышу саксофон, сердце замирает По наследству к джазу страсть, а причина дед Но поверьте, что к нему у меня претензий нет Это старый саксофон, столько в жизни повидал Я его на память сохраню, ведь на нем мой дед играл Кто-то не поверит, скажет, что это полный бред Но соседи утверждают, музыкантом был мой дед По наследству к джазу страсть, и она не угасает Если слышу саксофон, сердце замирает По наследству к джазу страсть, а причина дед Но поверьте, что к нему у меня претензий нет По наследству к джазу страсть, и она не угасает Если слышу саксофон, сердце замирает По наследству к джазу страсть, а причина дед Но поверьте, что к нему у меня претензий нет Сегодня к нам в гости в «Шустрые таланты» пришла Диана Калайджан Привет, Диана! Привет! Как твои дела? Нормально Расскажи о себе, чем занимаешься, сколько тебе лет, кого любишь, кого нет? Все рассказывай! Меня зовут Диана Калайджан, мне 10 лет, будет 11, 3 января Я занимаюсь 5 лет вокалом, эстрадным вокалом Занимаюсь соло и группой Своими группой классики Так, группа этого у тебя есть, группа своя? Да Как называется? Классики А, группа классики Ты, получается, занимаешься 5 лет вокалом Скажи, если бы вокала не существовало, чем бы ты еще занималась? Наверное, танцами и все И все, только танцами? Ты еще, значит, и хорошо танцуешь? Да Любишь танцевать? Да А вот, к примеру, у тебя есть свободное время после школы Что ты будешь делать? Только не говори, что танцевать Нет Ну, наверное, буду делать уроки Ну, конечно Конечно, куда же без уроков? А любишь есть? Да А что любишь поесть? Борщика маминого Ох, у меня в животе заурчало А сама готовить умеешь? Ну, салаты А торты, кексы? Тоже могу Диана, я вручаю тебе диплом Он говорит о том, что ты была здесь, в «Шустрых талантах» в нашей программе «Шустрое утро» держи тебе Спасибо И сейчас мы должны сделать самую необычную фотографию в мире Готово? Да На счет три занимаем позиции Один, два, три Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!